В данном случае вы получаете преднастроенную историю, и в мобильном интерфейсе довольно легко и быстро там можно настроить необходимые себе услуги и сервисы. На кого ориентированы, соответственно, это малый и средний бизнес, это основной тип клиентов, учитывая динамику развития текущего современного бизнеса, это как раз распределенные, как показывают практики чаще всего, команды, распределенные ресурсы, находящиеся в разных городах, в разных регионах вообще. Соответственно, при помощи приложения они могут осуществлять быструю коммуникацию внутри команды, вовне, соответственно, с пользователями, с потенциальными клиентами. Собственно, эти задачи мы как раз и решаем. А что под капотом? Соответственно, у нас быстрая, простая регистрация в самом сервисе, то есть скачав приложение в App Store или в Play Market, мы можем буквально за 3 минуты регистрироваться. Собственно говоря, у нас также интегрирована оплата услуг при помощи платежных карт и других сервисов. Соответственно, мы сделали эту историю более нативной и понятной для пользователя. Он, в принципе, интерфейсный, не видит разницы и думает, что он находится внутри приложения, когда оплачивает. Соответственно, связь в любой точке мира, гибкое управление вызовами. У нас реализован функционал конференцинга, у нас реализован функционал трансфера вызовов. Вы можете переадресовать входящий или исходящий звонок на другого абонента как внутри группы, так и вовне. Соответственно, у нас реализованы корпоративные чаты вместо неудобной электронной почты для быстрой коммуникации. Это и групповые чаты, и это и фит-супер-чаты, где вы можете быстро решить какие-то вопросы прямо на ходу, на бегу в привычном удобном интерфейсе. Удобная настройка рабочих мест, создание, добавление, редактирование. В общем-то, такие вещи. Собственно говоря, где же вообще в целом брать, ну, финализировать эту историю, где брать вообще пользователей для мобильного приложения, потому что немножко другая история, немножко другой мир с точки зрения там диджитал-среды, да. Основные ресурсы продвижения продаж, ну, это мобильная медийная реклама, реклама на сайтах, реклама на мобильных приложениях, кросспром-реклама, мобильный контекст можно использовать, также реклама там в Google AdWords, в Яндексе, Директе. Это АСО, это оптимизация приложений в сторах, это, соответственно, позиционирование своего приложения, продвижение по ключевым словам, где пользователи, заходя в WebStore или PlayMarket, в данном случае могут найти ваш продукт, продуктовые решения, предложения там, и, собственно говоря, заинсталить, и, в общем-то, стать вашим клиентом потенциально. Это PR, обзоры в СМИ, стримы по продукту, в том числе работают через opinion-мейкеров, через блогеров, через там YouTube-каналы, в том числе для многих сервисов очень хорошо работает контент-маркетинг, блоги, рассылки, кросспромы и спецпроекты с партнерами, специальные проекты с операторами, там, площадками. То есть все зависит от типа вашего бизнеса, вы должны там искать максимально дешевый, но при этом максимально конверсионный канал продвижения там вашего приложения. Не всегда это легко сделать, не всегда сразу удается, но в целом нужно экспериментировать, нужно, соответственно, тестировать, тестировать все инструменты, можно комплексно, можно по отдельности, в общем, в целом ограничений нет, все зависит от ваших бюджетов и ваших пожеланий. Почему-то у нас немножко перемешалась презентация. В итоге, собственно говоря, подводя итог, делать ли мобильное приложение, собственно говоря, однозначно нужно делать, если экономика приложения, в вашем случае, лучше экономики мобильного сайта, если, соответственно, юзер экспириенс в приложении будет лучше и глубже с точки зрения UX-а и получения ценностей, которые пользователи ищут, если, соответственно, у вас есть в компании ресурсы на разработку и поддержку программ на маркетинг, есть контент для обновления и сервисной механики для бренда. Не стоит делать, если продукт просто бренда и хотите поиграть в модные фичи, нет ресурса на продвижение, нет ресурса на разработку. В общем-то, на этом все.